Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Тема занятия «Сталин и национальный вопрос». Считает лекцию кандидат технических наук Кирилл Валерьевич Дюрков. Спасибо. Так, это, где-то лучше поесть. Здравствуйте, дорогие товарищи! Сегодня тема у нас, которая достаточно, ну так, относительно редко, может быть, поднимается на этих занятиях. Но, тем не менее, тема эта важная, занимающая в марксизме важное место. И нам стоит вернуться к основным понятиям, связанным с нациями, с национальным вопросом. Как он разрешается в марксизме? И какое его положение, этого вопроса, по отношению к другим теоретичным положениям в марксизме? Ну, если так наметить то, о чем мы сегодня будем говорить, то основываться я буду, как следует, естественно, из названия сегодняшней лекции на работах Иосифа Виссарионовича Сталина по национальному вопросу. Можно сказать, что такое наиболее систематическое, глубокое изложение национального вопроса дано в работе Сталина «Марксизм и национальный вопрос» как раз в объявленной работе. Нельзя сказать, что Владимир Ильич не касается этой темы, но, по крайней мере, после выхода этой работы он всячески поддерживает те положения, которые изложены в работе Сталина, ну и они становятся базовыми и, так сказать, общими для понимания вопроса большевиками. Значит, мы остановимся на общем теоретическом вопросе о национальностях, что это такое, откуда берется этот вообще вопрос борьбы национальности, национально-освободительной борьбы. Нам надо будет рассмотреть различные периоды, которые человечество проходило и как этот национальный вопрос изменялся, в период царизма, в период февральской революции, в период октябрьской революции, в переходный период между капитализмом и социализмом, в период построенного социализма, ну и потом в наше время, то есть в период реакции, переходного периода от социализма к капитализму, и наше сегодняшнее время капиталистическое, как этот национальный вопрос стоит и какие проблемы здесь имеются. Ну начну я, понятно, что надо начать с определения нации, как его дает Иосиф Виссарионович Сталин, и как он, надо сказать, в работе не сразу же дает его, а выводит его в полемике в основном с Бауэром и Шпрингером, и Иосиф Виссарионович приходит к тому, что нация – это исторически сложившаяся общность людей, возникшая на базе общности четырех моментов, а именно общности языка, общности территории, общности экономики и общности культуры. Особо подчеркивает Иосиф Виссарионович тот факт, что это именно моменты, все эти четыре признака, они являются моментами в этом определении, их нельзя вырвать из этого определения. Скажем, если, ну вот приведу какие-то примеры, которые нам, по крайней мере, близки, скажем, американская нация и английская нация. Понятно, что эти нации имеют общий язык, они оба, и та, и другая нация говорят на английском языке. Можно сказать даже в том, что сейчас в условиях империализма они имеют в некотором смысле общую экономику, потому что экономика Великобритании подчинена, очевидно, экономике Соединенных Штатов Америки. Но общей территории они не имеют. Культуры их несколько все-таки различаются. Поэтому это нации различные. Ну и, скажем, если говорить, некоторые говорят об еврейской нации, так называемой, то здесь речь идет именно, путают вопрос национальности с вопросом нации. У евреев, как бы, живущих по всему миру, понятное дело, что нету общности языка, у них нету общности территории, да и нету, вообще говоря, общности экономики. Культурная общность, может быть, какая-то есть, но это тоже спорный вопрос. Поэтому в этом смысле еврейской нации никакой отдельно не существует. Ну, когда же, как появляются нации? Как они возникают? И что это за категория такая? Является ли она исторической данной, однажды возникнувшей и на все времена? Или все-таки это категория определенной эпохи? И вот в работе Иосиф Виссарионович показывает, что категория нации, к ней, безусловно, нужно подходить диалектически, это не застывшая категория, это категория определенной эпохи и эпохи зарождающегося капитализма. То есть, когда происходит разложение феодального строя, в экономике происходят такие процессы образования товарного производства, его обобществления, появляется рынок, и здесь как раз возникают, зарождаются нации. И, соответственно, на базе этих наций появляются национальные государства. Причем национальные государства, они, в общем-то говоря, появляются по рождению двумя типами. Первое национальное государство, первый тип национальных государств, это государства, появляющиеся прямо из разложения феодального строя, это государства, примеры этих государств это Англия, Франция, Италия, Германия в какой-то степени. Национальная буржуазия начинает борьбу за свое государство, еще в условиях разложения феодального производства, и организует свое национальное государство, примеры которого, которые я привел. Второй тип государств, это государства многонациональные, и связано это с тем, что еще в период феодализма, когда еще капиталистический способ, ну, товарное производство не является всеобщим, в этот период уже господствующие классы феодальные, они приходят к тому, что нужно защищать как-то себя от нарастающих вокруг уже буржуазных государств, и они образуют государства еще феодальные, там, где господствует класс феодалов, и эти государства по рождению включают в себя много культур, соответственно, и в будущем, когда идет трансформация этих государств в капиталистические государства, они являются многонациональными государствами, то есть это государства, состоящие из нескольких двух и более наций. Ну, к таким государствам можно отнести государство Австро-Венгрии, ну, и понятно, что Россия тоже относится к таким государствам. Ну, давайте поговорим о национальном движении, о том, как оно возникает, и кто является действующим лицом в национальном движении. Возникает это национальное движение как изначально, как, ну, если это вот в первом, для первого типа государства, это национальное движение возникает еще в период разложения феодального строя, то есть еще когда государство не сформировалось, и ведущую роль в этом процессе является молодая в это время национальная буржуазия, то есть национальная буржуазия, она устанавливает, организует свое государство на экономических основаниях, то есть она является действующим лицом, и экономические основания для установления своего государства национального, это, собственно говоря, экономическое господство в какой-то момент. Для второго типа государств национальное движение возникает опять же как движение буржуазное, то есть буржуазия, да, ну, надо сказать, что для второго типа государств эти государства характеризуются тем, что есть классы господствующей нации, ну, или так, доминирующей нации, это господствующие классы, и они подавляют, в общем-то, часть господствующих классов других наций. Вот как это было в России, есть одна нация, и другие нации, собственно говоря, угнетаются и подавляются. И национальное движение в таких государствах, как Россия, возникает как движение именно буржуазных классов в такой стране, как реакция на становление капитализма, и реакция на усиление экономического господства, и борьба за создание своего национального государства и избавление от угнетения той же самой буржуазии, только господствующей нации. Ну, и в этом процессе, вот как раз рождаются, буржуазия, эту национально-освободительную борьбу ведет различными методами, и один из методов ведения этой борьбы – это обращение к эксплуатированным классам. То есть буржуазия напрямую обращается к эксплуатированным классам, призывая эти классы вести вместе с ней, с этой буржуазией, борьбу за национальное освобождение. То есть по форме эта борьба чисто буржуазная, она не содержит пока никаких элементов движения, борьбы угнетенных классов, а возникает как чистое движение и борьба класса буржуазии. Ну и основной лозунг этого периода – это как раз лозунг защиты Отечества, в том смысле, что защита национального Отечества. Как в государствах первого типа этим лозунгом пользуются буржуазии, так и в государствах второго типа, ну там не защита Отечества, а подъем на национально-освободительную борьбу. Если говорить об исторических примерах, то это видно и в России, то есть угнетаемые классы, во время царизма это был пролетариат, крестьянство, то есть мелкая буржуазия. Эти классы буржуазии окраин дела поднимала на борьбу за буржуазную революцию и усыновление, собственно говоря, диктатуры буржуазии и образования национальных государств. Ну, поскольку нас здесь интересует, собственно говоря, тот момент, а каким образом все-таки рабочий класс должен и социал-демократию начала 20 века интересовал именно момент, как рабочий класс должен реагировать на эту борьбу, то Иосиф Истреонович разъясняет, что на самом деле уровень национально-освободительного движения, подъем национально-освободительного движения зависит от развития классовой борьбы. То есть если классовая борьба пролетариата и крестьянства, которые рабочий класс увлекает за собой, развита настолько достаточно для того, чтобы выдвигать свои лозунги, вести свою борьбу и бороться уже за непосредственно социалистическое государство и его установление, то национально-освободительная борьба не имеет широкого размаха. Если же буржуазии удается при низкой классовой развитости, и развитости классового сознания удается вовлечь в эту национально-освободительную борьбу классы, то тогда эта национально-освободительная борьба принимает достаточно широкие формы и идет как широким фронтом. Такое возникает ощущение, что прямо вся нация сплотилась, и она ведет эту борьбу. Ну и уже здесь, когда Иосиф Виссарионович рассуждает об положении национального вопроса по отношению к классовому, уже становится понятно, что национальный вопрос является подчиненным вопросу классовой борьбы. То есть, национальный вопрос и вопрос о нациях разрешаются всегда в том смысле, насколько развита классовая борьба на данный момент. То есть, для того, чтобы определить, какие движения по отношению к национальному вопросу нужно предпринять, какие действия нужно предпринимать, нужно всегда смотреть, насколько развита классовая борьба рабочего класса, на каком уровне развития эта классовая борьба находится. Ну и вот как раз об этом мы в дальнейшем будем говорить. Так, ну давайте еще скажем пару слов об отношении пролетариата к вот этой национальной борьбе, которая ведется, вообще говоря, под флагом буржуазии. Как пролетариат должен к ней относиться? Ну, кажется, вот из того, что я сказал, прямо следует, что вроде как пролетариату нужно вообще отстраниться от этой национальной борьбы. И поскольку ведет класс буржуазии, это вопрос другого класса, и от национальной борьбы, национальной освободительной борьбы надо всячески отстраниться и заниматься своими делами. Но оказывается, что это, понятное дело, что это не так. Для рабочего класса важно, в каких условиях он ведет свою борьбу. Это тоже важно. И это с одной стороны, то есть, насколько свободно рабочий класс может вести свою борьбу. Есть ли национальное угнетение, какая-то специфика национального угнетения и так далее. Это первое. Второе. В момент, когда национальное освободительное движение имеет свой подъем, вопросы классовые затушевываются. То есть, буржуазия, понятное дело, говорит о том, что сейчас идет национальное освободительное движение, тут у нас классовый мир и так далее, и так далее. И классовая борьба, она таким образом затушевывается. Поэтому в интересах рабочего класса всячески, как можно быстрее разрешить этот национальный вопрос и уйти от различного национального угнетения. Ну и третий момент, который здесь надо отметить, что в царской России имели место так называемые национальные погромы, которые также никакого развития и помощи для борьбы рабочего класса не давали. Поэтому работу Иосиф Истреонович пишет в «Марктизм и национальный вопрос» в 13-м году. И он там высказывает такую позицию, которая, как я уже говорил, принята была большевиками, о том, что рабочие должны бороться и будут бороться против всякого национального угнетения. И каждая угнетаемая нация имеет право на самоопределение. То есть, выдвигается лозунг самоопределения наций. То есть, нации имеют право на создание своих национальных государств. И в каком виде для тех наций, которые не хотят выходить и создавать свое национальное государство, в каком виде вот это право на самоопределение может быть реализовано, это вопрос, опять же, текущего момента. И не только текущего момента, но и страны, для которой этот вопрос разрешается. Ну, скажем, если мы говорим о царской России, то вот на тот момент, когда пишется эта работа, то выдвигается такой лозунг большевиками. Это областная автономия и принцип интернационального сплочения рабочих. То есть, с одной стороны, нации имеют право на самоопределение, они могут организовать свои национальные государства. Те нации, которые решили не организовывать свои национальные государства, для них применяется принцип национальной автономии и интернационального сплочения рабочих. Ну, давайте пойдем дальше по историческим периодам. Значит, в 1917 году происходит буржуазная революция. И, вроде как, значит, в этот момент все как раз национальные движения на окраинах России носят национальный характер. И они ведут к тому, что нужно создавать национальные государства. Но в этот момент, собственно говоря, надо понимать, что в условиях буржуазной революции этот лозунг «Право нации на самоопределение» он эквивалентен праву национальной буржуазии на то, чтобы взять власть и организовать свое национальное государство. То есть, вот в эпоху буржуазной революции этот лозунг прямо направлен на то, чтобы национальная буржуазия окраин взяла власть и организовала свое национальное государство. Ну и, вроде бы говоря, такие лозунги повсюду звучали, но поскольку в общее развитие общественное уже зашло до того момента, что на дворе был империализм, значит, все эти нации, для которых угнетение так или иначе было уменьшено, и национальная буржуазия этих наций, они попали из угнетения прицаризме к тому, что, создавая свои национальные государства, они попадают в... напрямую попадают в лапы буржуазии, буржуализии империалистической, на тот момент это Антанта и ее сателлиты, и, собственно говоря, появляется другой, очередное национальное угнетение, уже связанное не с тем, не с прямым угнетением наций при царизме, а уже таким с изящным угнетением, угнетением империалистическим, когда угнетением, ну, чисто экономического типа. То есть при империализме просто империалистические хищники начинают эти молодые государства грызть вовсю, и, в общем-то, вопрос национальный, он не разрешается, поскольку этот национальный вопрос напрямую связан с экономикой, вопрос не разрешается, и разрешится, как показывает история, в рамках буржуазной революции он не может. И вообще при капиталистическом способе производства, даже при самой буржуазной демократии, национальный вопрос окончательного решения не получает. Поскольку, поскольку экономические методы, экономическая эксплуатация, экономическое угнетение, оно при капиталистическом способе производства никуда не девается, а ключевым отличительным признаки нации является как раз единство экономики. дальше мы переходим к октябрьской социалистической революции. Значит, рабочий класс берет власть в свои руки, устанавливает свою диктатуру, он экспроприирует капитал и капиталы в пользу рабочего класса, происходит конфискация помещичьих земель, и в этот момент происходит такая интересная вещь. Вот те национальные движения, и та национальная буржуазия, и ее борьба, которая была прогрессивная при царизме, она становится реакционной при диктатуре пролетариата. Почему она становится реакционной? Потому что те национальные образования, которые появились в период буржуазной революции, это, скажем, в качестве примеров можно взять Раду на Украине, такие образования, и другие буржуазные такие кухоньки, они, понятное дело, в них господствует буржуазия, и никакого интереса в установлении и победе советской власти на территории всех свежеустановленных национальных буржуазных государств у этой буржуазии совершенно нет. А поскольку-поскольку в экономике с приходом к господству рабочего класса пока ничего не происходит, ничего не меняется, по-прежнему экономика капиталистическая, и переход на социалистическую экономику это достаточно долгий период занимает, поэтому эта национальная буржуазия на окраинах начинает бороться уже против советской власти, и собственно говоря, в тот момент она повторяет те же самые лозунги, что вот уже что это советская власть проводит то же самое национальное угнетение, что она не дает свободу, а на деле это свобода рыночная, свобода грабить рабочий класс, и здесь вот уже видно, как один и тот же вопрос в разных ситуациях, в одном случае эти лозунги и движения являются прогрессивными, а в другом случае, когда уже рабочий класс взял власть и борется за то, чтобы установить, построить социализм, все те же самые лозунги являются совершенно реакционными. Ну да, я вам сказал, что национальное правительство начинают не только начинают войну против советской власти, как мы это видели в гражданской войне, но и они напрямую начинают апеллировать к тем другим странам, к тем империалистам, которые при буржуазном строе, при капиталистичном собственном производстве их бы эксплуатировали и угнетали всячески. Ну вот мы знаем, как договаривались различные так называемые правительства с империалистами Антанты. Сколько было переговоров, как они призывали сюда интервентов, то есть фактически под национальными лозунгами, под лозунгами национального освобождения призывали к тому, чтобы рабочий класс был угнетаем, по-прежнему угнетаем. Ну и в этом смысле при после социалистической революции буржуазно-освободительное движение уже подорвано. И казалось бы, оно подорвано и может быть вопрос о нациях вообще разрешен, может быть и нации нету при социализме и так сказать все, вопрос разрешен, но понятное дело, что это не так, хотя само буржуазно-освободительное движение подорвано, начинается социалистическое движение рабочих и крестьян угнетенных национальностей, причем это против всяческого угнетения, если раньше при господстве феодалов, при господстве капиталистов, это угнетение было в различных формах, то при послесоциалистической революции экономического угнетения уже нет, поскольку все классы социалистического общества, рабочий класс, крестьянство, они находятся в экономической кооперации и поводов для экономического угнетения национальностей нет, при этом нации как таковые они остаются, но видоизменяются, каким образом они видоизменяются, для того, чтобы понять как они видоизменяются, нужно вернуться к определению нации как таковому, значит, мы говорили, что нации это общность, которая имеет четыре признака, общность языка, общность культуры, общность экономики и общность территории. Ну вот давайте рассмотрим те нации, которые были при буржуазии во время буржуазной революции и какое они содержание получают при диктатуре пролетариата. Общность экономическая она остается. Более того, эта общность экономическая расширяется на весь, на все социалистическое производство. Если мы говорим уже о периоде, когда построен социализм. Второе. Общность языка, естественно, она сохраняется. Третье. Общность культуры. Ну, культура также никуда не девается и общественность никуда не девается. она, надо сказать, получает новое содержание. И это новое содержание откуда берется? Ведь культура это накопленный опыт, материальный и духовный. С развитием социалистического производства, естественно, развивается материальный опыт. Развивается и таким образом развивается культура. Соответственно, мы имеем все те же самые признаки наций, но эти признаки получают новое социалистическое содержание. И поэтому, скажем, Иосиф Истрионович в дальнейших других работах и статьях он говорит о том, что старые буржуазные нации, они трансформируются в нации социалистические, их уже нельзя считать буржуазные, просто потому, что, как я уже сказал, основной критерий экономика, он становится, это уже экономика социалистическая, она не капиталистическая. И в России так уж сложилось, поскольку период после между буржуазной революции и Великой Октябрьской социалистической революции был небольшой, после восстановления диктатуры пролетариатом на фоне развития социалистического производства, общественного производства, непосредственно общественного производства, получают свободу ранее угнетенные нации, и они, поскольку они включаются в общественную и в экономическую жизнь на ровность тех же самых промах, что и остальные, что и остальной рабочий класс, они, эти нации, как бы приходят в движение, получают новую жизнь, и такие нации, Иосиф Истренович называет новыми нациями, социалистическими нациями, а не так же социалистические, но новые социалистические нации. Такой термин использует Иосиф Истренович. Ну, давайте теперь перейдем к вопросу о том, а что же происходит с нациями в дальнейшем. Ведь, как мы говорили, что нация это историческая категория, и категория, вообще говоря, приходящая. То есть, нации должны так или иначе должны приходить, и каким образом это происходит, и почему при развитии социализма в полный коммунизм, как раз им нужно проследить и заметить, как это происходило в Советском Союзе. Ну, во-первых, как я уже сказал, в Советском Союзе была свобода и пользование языком, да, то есть, различные нации могли пользоваться своим языком и в делопроизводстве, и в быту, но при этом, то есть, эта свобода давалась, но при этом можно было пользоваться и, скажем, русским языком, да, наряду, скажем, с языком украинским. Дальше свобода передвижения, да, нации и, значит, трудящиеся в этих нациях получают полную свободу передвижения, они могли передвигаться по Советскому Союзу всячески и всячески этим пользовались, в частности, для, ну, например, для обучения, да, и опять здесь уже мы переходим к свободе обучения. Разные национальности могли обучаться в разных местах и в этом смысле получали такую свободу, свобода участия в производстве, поскольку, поскольку нету, буржуазной конкуренции и капиталистичной конкуренции в производстве, а в производстве социалистическом имеет место кооперация, соответственно, любые нации участвуют свободно в общественном производстве, организованном по плану. В этом смысле тоже никакого угнетения национального нет. Но я немножко вернусь, да, как же модифицируется право наций на самоопределение при социализме. Конечно, это право, оно остается, но остается уже как негативное. То есть, все нации объединяются в одно социалистическое государство на совершенно свободной основе. и они вольны выйти из этого государства. Но это право негативное в том смысле, что никакого содержания под таким выходом из социалистического государства, если действительно идет поступательное построение социалистического производства, никакого содержания с точки зрения классовых интересов в этом праве нет. Поэтому нет никакого основания этим правом собственно говоря и пользоваться. Ну а как же действительно те моменты, которые я указал, их можно считать, что нации развиваются таким образом, поскольку происходит взаимопроникновение на основании языков, в основном на основании производства. Значит, производство общественное различные нации участвуют в одном и том же производстве. Дальше языки, поскольку участвуют они в одном и том же плановом производстве, язык тоже происходит взаимопроникновение языка. То есть, можно говорить на этом языке с одной стороны свобода, с другой стороны можно говорить на этом языке, можно говорить на другом языке. Свобода Это на любом языке можно говорить. Но тут получается такой момент, что естественным образом один язык начинает вытеснять другой. И этот момент нужно рассматривать не как момент регресса, а и там уничтожения нации, а как момент прогресса в развитии наций. То есть становится выгоднее или удобнее говорить на том языке, который чаще всего используют, больше всего понимают, наиболее приспособлен для тех или иных производственных нужд. Ну и вот так, скажем, было в Советском Союзе. Все, например, знали, что диссертацию можно защитить на любом языке. На таджикском можно было вполне защитить диссертацию, но почему-то защищали диссертацию на русском языке. Просто потому, что так сложилось, что именно русский язык оказался языком, который больше использовался. Его и за рубежом его использовали, и знали чаще и так далее. То есть происходит такая ассимиляция, но не в том смысле, в котором, скажем, Ильич Фессарионович понимает... Ну, там это слово здесь, наверное, не ассимиляция лучше использовать, потому что в работах Сталина ассимиляция используется в негативном ключе. Это когда насаждение именно, насаждение порядков. Происходит такое слияние языков, и слияние, естественно, происходит и культур. Культуры каким образом сливаются? Ну, вот мы уже говорили, что культура – это накопленный опыт материальный и духовный. Если мы имеем общее производство, социалистическое, плановое, то тогда и общность появляется культурой на основе общественного производства. Общесть территории. Также уже границы размываются при развитии социалистического хозяйства и при развитии коммунизма в первой фазе в полный коммунизм. Ну, и вот этот намеченный такой характер прихождения, на самом деле здесь даже прихождение – тоже плохое слово, потому что прихождение – это момент становления, вроде как возникновения прихождения. Можно сказать, что это развитие с момент прогресса, но он вот такой носит негативный, с какой-то стороны можно сказать, что он носит негативный характер в том смысле, что различия между нациями, они засыпают при развитии социализма в полный коммунизм. Как там произойдет при полном коммунизме, это дело долгое, указать, понятное дело, достаточно сложно сейчас, но вот такой вектор развития и засыпания национальных различий, он имел место быть в Советском Союзе. Но, как мы все знаем, начиная с 60-х годов XX века, начинается переходный период от коммунизма в первой фазе, от социализма к капитализму. И этот переходный период уже даже в своем зарождении уже имеет пробуждение и пробуждает к новой жизни опять эти национальные лозунги, лозунги как будто бы национально-освободительных движений. А когда речь доходит о непосредственном восстановлении капиталистического способа производства, то есть когда капитализм появился на лицо, это в основном, ну это 91-й год, то все мы помним, все мы слышали лозунги, которые использовала буржуазия для того, чтобы разорвать социалистическое производство, уничтожить его и разорвать социалистическое государство, порезать его на куски и организовать свои национальные квартиры. Все мы помним о том, что хватит, одним рассказывали, что хватит кормить Кавказ, а другим рассказывали, что хватит кормить Москву. Ну вот, собственно говоря, эти лозунги, понятное дело, что в условиях переходного периода они являлись крайне реакционными, они служили на руку буржуазии, которая де-факто занималась уничтожением социалистического производства и восстановлением капитализма. Ну и эти лозунги на самом деле получили свое продолжение и не только экономические какие-то особенности взывались к жизни, вот как я сказал, одни кормят других, но и начали опять проявляться уже совершенно реакционные особенности национальные, вроде там различных религиозных вещей, скажем, если привести примеры, да, вот скажем, еще даже в 90-е годы я совершенно не помню, чтобы там активно там резали животных на улицах страны, с одной стороны, с другой стороны, я совершенно не помню, чтобы ходили с хорудвиями и красили там яйца и считали, что это прямо какие-то, что это какая-то обязательная вещь для всех. Вот, ну и можно привести пример, опять же, из религиозной области, скажем, буржуазное государство, которое мы сейчас имеем, празднуют 7 января, да, то есть вообще к жизни поднимаются такие национальные особенности, связанные с религией в том числе. Ну вот, да, значит, потихонечку заканчиваю и что хотелось в конце подчеркнуть особенно, что такие выводы нужно сделать. Значит, национальный вопрос, основной вывод, который мы можем сделать, национальный вопрос подчинен вопросу классовой борьбы. Всегда, когда мы имеем, ведем речь о том, как решать национальный вопрос в тот или иной период, нужно задавать вопрос, а что выгодно рабочему классу в данный момент, в данный конкретный исторический период, на данной конкретной территории, при данном конкретном положении. Скажем, приведем вот конкретный пример. Если мы говорим о том, что, о том явлении, которое мы видим в течение последних десятков лет, которое называется фашизмом во внешней политике, мы видим, что крупная эмпиристическая страна уничтожает буржуазные демократии в различных странах, ну и в частности, то, что произошло на Украине, и, скажем, вопрос Донбасса и Крыма, он должен решаться, исходя из того, а что же выгодно трудящимся Донбасса и Крыма. Он не должен решаться в том смысле, понятно, что если мы ставим на какую-то такую отличенную точку зрения, то можно сказать, что, конечно, трудящимся Донбасса и Крыма выгодно совершить социалистическую революцию. И это понятно. Но социалистическая революция, к ней нужно прийти через борьбу, а борьба более выгодна в условиях буржуазной демократии, а не открытой террористической диктатуры. Поэтому, скажем, для трудящихся Донбасса и рабочего класса Крыма было выгодно от этой террористической диктатуры, открытой террористической диктатуры финансового капитала, уйти. Что они, собственно говоря, что трудящиеся Крыма сделали, фактически это, можно сказать, вопрос воссоединения отколотого куска нации, потому что с нациями в России у трудящихся Крыма различий, вообще говоря, нет, это одна и та же нация. Но на Донбассе вопрос решается, ну и коммунисты его должны решать, как я сказал, в том смысле, что выгодно рабочему классу, что облегчит борьбу рабочему классу, и что в конечном итоге приведет рабочий класс к восстановлению социализма и к социалистической революции. Спасибо. Вопросы поступите. Какие нации были в царской России? Финская нация, русская нация, польская нация и так далее. Их можно много перечислять. Можно ли говорить о существовании русской, украинской, белорусской нации, когда они появились? Ну вот, можно ли говорить о существовании? Иосиф Стримович об их существовании говорит. В работе «Марксизм и национальный вопрос». Они появились в различной нации. Ну, скажем, русская нация сложилась, конечно, еще при царизме, при господстве феодального способа производства. Украинская в момент, когда разрушался феодальный способ производства в царской России. Например, в каком году? Если не было, то есть телевизор. Ну, я думаю, что да, этот процесс достаточно длительный. То есть, указать год достаточно сложно. Какая позиция, какая нация сейчас на Украине? Ну, вот, Донбасс и Крым. Про эти нации я сказал. Про Донбасс и Крым я сказал. Украина была, фактически, это было государство, в котором было много наций. Ее откололи от, значит, она вышла из состава социалистического государства, и в него попало много наций. В частности, часть русской нации туда попала, и вот русская нация, часть русской нации в Крыму, они вернулись в государство Российская Федерация. Но опять же, я хочу подчеркнуть, что эта борьба именно в рамках, это буржуазная борьба по существу, это буржуазная борьба, вопрос буржуазного периода, это не вопрос периода строительства социализма. Актуален ли лозунг «Принцип о праве наций на самоопределение в современной Российской Федерации»? Я думаю, что этот лозунг вполне себе актуален, но этот лозунг нужно приводить в соответствие с вопросом о том, в какой момент этот лозунг ставится. То есть, выгоден ли он рабочему классу или нет. Скажем, если сейчас есть большое, большие настроения найти какую-то отдельную нацию в Сибири и бороться за национально-освободительную борьбу в Сибири начать. Я думаю, что это было бы реакционным действием. То есть, вопрос в том, о каком именно периоде мы говорим и как этот лозунг соответствует ли он интересам рабочего класса. Еще два вопроса успели поступить. Тема острейшая. Вопрос. Можно ли говорить о советской нации? Ну, вот этот вопрос я немножко затронул. Значит, в целом говорить о советской нации, я думаю, что нельзя. Нельзя говорить о советской нации. В Советском Союзе было много социалистических наций. И Иосиф Востеренович прямо об этом говорит. Но они, различия между этими нациями размывались. И в смысле размывания этих различий, ну, даже и в смысле размывания этих различий, нельзя говорить об одной советской нации. Потому что все эти различия не были преодолены. Все различия, с одной стороны. А с другой стороны, есть основания полагать, что вообще все различия будут преодолены только при полном коммунизме. Поэтому вот о какой-то специфической советской нации я бы говорить не стал. А что такое экономика? Я думаю, что этот вопрос не по теме. Хорошо, спасибо. У нас интересное выступление. Попор Сергей Григорьевич, пожалуйста. Ну, я целую вещь... Понимаю, до пяти минут выходить. Да, я, может быть, с места. Нет, снимают. Хорошо, давайте так. Дело в том, что у меня не совсем по теме вопрос. То есть, не по теме тогда? Да, ничего страшного. Я бы хотел сказать следующее. Конечно, изучать труды Иосифа и Рунистальна надо. Это фундамент всего нашего. Но я бы все-таки хотел бы сказать, что обстановка меняется. Проходят годы сотни, сто лет, сто пятьдесят, двести. И, конечно, нужно было бы немножко в конце всего анализа этого несколько проанализировать, как изменились сегодня взгляды. Я должен сказать, что я достаточно много лет распространяю трудовую Россию. И больших успехов в распространении среди рабочего класса у меня нет. Поэтому я вот хотел бы сказать, давайте, товарищи, все-таки немножко анализ сегодняшней обстановки. Социалистических наций, наверное, сегодня на Земле не осталось. В Вьетнам, вряд ли, Китай, я бы не отнес ее, этот самый, Северная Корея. Мне не очень симпатичен там строй, хотя они имеют и ядерную бомбу, и они организованы, и все, как говорится, построены в одну линию. Но, тем не менее, это вот так. Поэтому мое предложение было бы все-таки при выступлениях, касаясь классиков марктизма-леинизма, несколько попытаться проанализировать сегодняшнюю ситуацию. Она сегодня не очень хорошая. Я сталкивался много раз с рабочим классом. 10% газет, которые я распространяю, рабочий класс. Остальное – интеллигенция, которая более активна в этом отношении и более сознательна, будем так говорить. Рабочий класс, наверное, такой все-таки своеобразный класс. Он, в общем-то, может быть, и сочувствует, но прямо не выскажется тебе. Поэтому среди рабочих у меня, может быть, человек 5. Остальное из 40-50 газет, которые я распространяю, вот тут – это интеллигенция. Поэтому по выступлению у меня есть предложение вот такое. Но я хотел бы еще сказать, что все-таки вот социалистические идеи, они сегодня сквозь асфальт, который сегодня хорошо укатала буржуазная власть, они пробиваются. И в связи с этим я хотел бы рекомендовать товарищам собравшимся посетить Манеж. Там выставка Дейнеки и выставка Самохвалова. Имеет ли это отношение к нашему вопросу? Да. Вот, гляните, там плакат. Марксистка Макс. Его учение. Плакат такой. Он вывешен там сегодня. И вот, пожалуйста, вам колхозное собрание. Это Дейнека. Вот, пожалуйста, вам Ленин. Владимир Ильич. Посмотрите, это плакат, который висит там на очень видном месте. И, кстати, когда мы выходили с выставки, был снег, довольно мокрый снег. Вот, туда, там зал был переполнен. И очередь была довольно большая, которые ждали в своей очереди посетить эту выставку. Вот я хочу вам сказать. Наверное, это все-таки некоторый поворот в нашу сторону идет. И в этом смысле я бы всем рекомендовал посетить эту выставку. Ой, спасибо, Катерина Ильич. Спасибо. Мы поблагодарим Кирилла Валерьевича за беседу, за лекцию. И потому, что, значит, в год 140-летия Сталина полезно, значит, сверить свои позиции с таким авторитетом в этом вопросе, которым был Ильич Хасаренович. И потому, что просто сам вопрос, значит, национальный, при решении тех или иных сегодняшних жизненных задач, он, ну, чрезвычайно остро стоит и важен. Начиная от примитивных ситуаций, как то, понаехали тут, да? И заканчивая теми трагедиями, которые совершаются в мире. Достаточно вспомнить, значит, что по национально-государственным границам образований Советского Союза прошли войны там и продолжаются. И Карабах, и Таджикистан, и Абхазия, и Приднестровье, и Чечня, и можно это самое. В одном Таджикистане на 5 миллионов населения 100 тысяч жизней положили, да? Вот в той войне, которая там была развязана, и где организованные, кстати, коммунисты, единственная партия, значит, которая не сначала разложилась, а потом собиралась. А во главе с Политбюро встали в ряды, участвовали в обороне, обстояли светский характер государства, значит, от наступающего исламизма. То есть, вот, спасибо, что тема поднята, и мы должны ее, значит, изучать, совершенствовать, понимать, именно для того, чтобы разбираться. И разбираться, а, в истории, б, в сегодняшнем дне, и в, глядя в будущее, как оно будет там, вот, что. И вот здесь я хотел бы, ну, попробовать, что ли, добавить. Очень правильно лектор во главу угла поставил классовый вопрос, и объяснил, что, значит, классовый превалирует, значит, над всеми другими, и над национальным, в том числе, и определяет, и без этого понимать невозможно. Очень хороший пример, и сегодняшний, жизненный, это письмо Владимира Ильича украинским рабочим. 19-й год, гражданская война, и серьезнейшие разногласия оказалось бы, в том числе, среди коммунистов. Одни считают, что должны в единой партии, в едином государстве все быть, другие за самостийность и в партийном, и в государственном устройстве, что мы сами, с усами. На что Владимир Ильич говорил, что самое главное сейчас совместными усилиями победить капиталистов, Деникина, потому что, если не выстоим всех нас, то это самое, разложат на элементы, и будем все снова подчиненными господам там, и по нам этим. А когда выстоим, то вопрос будущего устройства, он второстепенный. Можно его и так, и так решить. От этого большой беды не будет, и это будут решать уже рабочие в тех условиях победы, которые будут. Как жить? Вместе или порой? Еще один момент очень такой, мне так думается, важный, что он касается оценок и сталинского периода, и то, в чем обвиняют и лично Сталина, и период, скажем так, советской власти. Это проблема так называемых репрессированных народов, да, целых, советское время. Ну, вот, она болезненна, ее время от времени поднимают и прочее. И, конечно, были и трагедии, и жертвы, и прочее, но, значит, мы-то знаем и понимаем, что они были не беспочвены, не потому что какие-то там сидели кровожадные, значит, с психическими отклонениями люди, которые занимались этим, а потому что действительно были эти явления, когда по национальному признаку образовывались целые отряды, так сказать, целые армии, которые воевали на стороне фашистов. И к ним относятся, и с точки зрения применения репрессий, чеченские, да, Калмыкия, Крым с татарами, которые идут, казачество южное там, которое... Вот почему так вот получилось именно? Я вот так думаю, что во многом, значит, такой вот характеристикой является, что именно в этих народах остались наиболее, наиболее закрепленные еще общинно-таки родовые, семейные, клановые традиции. И там именно, значит, менее развитая в буржуазном смысле или в советском уже нации ориентировалась на местных авторитетов, князьков, там, лидеров, национальных, так называемых, и прочее. Да, вот это надо тоже учитывать. Ну и заканчивая, я бы хотел с автором немножко не согласиться по поводу вот Советского Союза и Советского народа. Почему я так вот думаю, что мы правильно все руководствуемся, что есть вот эти основные четыре признака нации, которые определяют, да, и, соответственно, они же их разъединяют, да, но, значит, с точки зрения диалектическо-философского понимания границы мы, значит, должны понимать, что, во-первых, они довольно подвижны, а, во-вторых, они, значит, имеют свойство и соединять, то есть быть общими. Поэтому, когда мы анализируем вот Советский период, мы должны, наверное, употреблять, я бы рекомендовал, не столько термин, что стираются вот эти различия, да, а, наоборот, они все вместе приобретают общее, понимаешь, качество и в экономике, и в территории, и в языке, который, так сказать, общий, и в культуре, которая советская, мы уже говорим. Поэтому, с этой точки зрения, ну, если не употреблять слово нация, то, значит, как бы настаивать на том, что была великая общность советский народ, которая, там, фашистам по губам дала, и наибольшим взлетом было, когда на призыв, там, рус, сдавайся, какой-нибудь узбек, казакомпов отвечал, там, русские не сдаются. Поэтому, вот, это те моменты, которые нас должны вдохновлять не на будущее. Спасибо. Да, спасибо Виктору Аркадьевичу, что он привел достаточно много примеров. Да, я хотел сказать по поводу, как раз, вот, репрессированных народов во время Великой Отечественной. Значит, ну, там все очень просто с этим моментом. Я думаю, что современные историки, даже буржуазные, уже это признают, что, значит, Росиф Васильевныч этим народом сделал огромную услугу, потому что, если бы он применил к ним то, что им было положено по законам военного времени, то этих бы народов просто мы сейчас бы не наблюдали, либо не существовало. Вот, поэтому, как сказать, здесь с репрессиями все понятно, и это даже уже буржуазные историки подтверждают. Значит, что касается, действительно, стирания различий, я хочу сказать, я действительно подчеркивал и пытался подчеркнуть именно момент развития, что для нации это развитие, это не какое-то уничтожение чего-то. Действительно, слово «стирание» не очень хорошее. И вот приобретение общих черт, пожалуй, здесь соглашусь, что лучше выглядит и более связано именно с этим, с категорией развития. Это развитие для нации, это не момент прогресса в этом развитии, а это движение выражает. Ну и я хотел бы еще короткий комментарий первому товарищу, выступавшему сказать, значит, я думаю, что изучение, как изменились взгляды на то или иное событие, нас должно интересовать в меньшей степени, нас должно интересовать теоретическое наполнение, потому что истина, она от взглядов не зависит. Ну и то, что вам не нравится Северная Корея, извините, значит, так к марксизму так нельзя подходить с точки зрения нравится, не нравится. Мне тоже много чего не нравится, но Северная Корея это единственное социалистическое государство на сегодняшний момент, построившее не только социалистическое государство, но и государство, которое построило социализм. Поэтому такие оценки в стиле нравится, не нравится для марксизма, я думаю, что они недопустимы. Спасибо. С объявления встречаемся в следующий четверг с темой занятия «Переменность и сочетание труда». Ведет занятие кандидат медицинских наук Дегтярев Денис Борисович. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok